Что Соединенные Штаты Америки у себя, внутри, являются страной демократической. Мы должны это зафиксировать, признать. И наоборот, мы видим, что да, там есть то, что характеризует демократию, то есть, пожалуйста, высказывайте свое мнение и так далее. Если не туда пойдете, то тогда получите дубинкой по голове. А может быть и не дубинкой. Мы видим, там очень жестко подавляются всякие выступления против правящего класса, но законным путем, все по закону. Можно по закону сделать очень много. Можно по закону на месте прямо, полицейский убьет и все. Это будет все по закону. Это наши там еще говорят, вот как у нас нам резко поступает. Ну, там даже и не рассуждают на эту тему, раз, два и все. Там вообще настоящая демократия, там можно взять и 170 человек застрелить, накупить себе много-много винтовок. Вот это настоящая демократия. А у нас какие-то ограничения, нельзя вроде как, то все. То есть, там, конечно, мы должны согласиться, более высокая такая демократия. И они никак к этим не хотят расстаться. Как были они, ходили с этими кольцами, с пистолетами, решали вопрос, ваша земля или моя земля, очень просто. И так они продолжают еще в этом плане действовать. Короче говоря, демократическая там страна. Но как только они выходят за рамки, они объявляют целые народы изгоями. А что такое изгой? Если я от кого-то объявлю изгоя, его как бы уже нету. Все, я уже его приговорил. То есть, он временно теперь здесь находится. Не в цивилизованном сообществе. Ну, раз не везем, он убрать надо его. А как его убрать? Ну, прилететь, разбомбить, уничтожить. Уже не считается там его государство, какие-то там есть партии, какой там есть народ, и какая у него история, и сколько лет. Но в Ирак-тох имеет историю гораздо большую, чем Соединенные Штаты Америки. Это древнее государство, и с этим древним государством расправились, как будто это вообще ничто. То есть, что мы видим? Мы видим, что по отношению к политике, современной политике Соединенных Штатов Америки, которая покончила по существу вот с тем, что было в прежнем империализме, что есть разные кучки государств, которые между собой дерутся, как разделить мир. А никто уже не дерется. Есть один пахан, вот есть большое государство, которое само, так сказать, решает, каким государством быть, каким государством не быть, объявляет изгоем или объявляет, что мы не допустим, мы не позволим, мы его уничтожим и так далее, и игнорирует все демократические нормы на международной арене. Абсолютно. То есть, никакими демократическими нормами не руководствуется, и поэтому ему совершенно безразлично, что кто там думает, и тем более оно не считается с демократическими нормами, и вообще с какими-то бы ни было нормами на территории государства, на которые оно, так сказать, нападает, как бы и объявляя никакой войны. Это как бы и не война, она просто как мировой жандарм наводит порядок. Что это такое? Ну вот, вспомним известное определение фашизма, товарища Димитрова, фашизм. Это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала. Ну вот, отойдем на время от Соединенных Штатов и вернемся к событиям 93-го года. Вот когда стреляют по парламенту, та же открытая террористическая диктатура, и показывает, СНН показывает, что происходит. Это же страшно всем, очень многим было страшно. Судят, берут прямо по-главному, я не знаю, в истории больше не было таких случаев, по-главному, так сказать, демократическому органу страны, буржуазно-демократическому по парламенту. Бьют из танковых орудий. Причем погибло, говорят, до тысячи человек, а потом там сделка была такая. Темная история. Давайте мы вас выпускаем, ГКЧП выпускаем. Один только Вареников у него светлая история. Он сказал, я ни в чем не виноват, я пойду на суд, я на суде докажу, что я действовал правильно. А все остальные, они как-то так вот договорились. И вот договорившись, они по существу, расследование деятельности Ельцина и вот этого фашизма на экспорт, который тут был, у нас нет. Почему на экспорт? Ну, потому что у нас-то финансового тогда капитала не было. Значит, какой? Американский. Поэтому они просто стреляли со стороны американского посольства. В кого? В военных. Для того, чтобы, так сказать, возбудить их и чтобы они начали штурм. И, соответственно, относились к тем, кто находится в Белом доме и его защитниками. Ну, и на самом деле опираясь на мощь американского капитала. Тем более, что мы знаем из дальнейшего, что у нас везде, во всех министерствах сидели на всех оборонных заводах, сидели с флагами прямо на столах американскими. Об этом Путин сказал в Семене. Да. Вадим Владимирович открыто признал. Никакой не секрет. Мы, например, я этого не знал, что они уж каждым. То, что я знаю, что их контролеры были там в Воткинске. С одной стороны завод, с другой стороны за озером американцы живут. И они все контролируют у нас. Но как они контролируют, мы так вот не конкретно знали. Сейчас знаем конкретно. Поэтому капитал американский, а фашизм получился американо-российский, ельцинский. Ну, вот он был кратковременный. А что касается Соединенных Штатов Америки, это у них стало уже некоторой практикой. Начиная вот с Югославии, затем Ирак, потом Ливия. Ну, я думаю, что следующая серия – Россия. По плану.